Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Несомненно, фитнес-аэробика – занятие весьма увлекательное и полезное. А вот о том, что это полноценный вид спорта, знают далеко не все. Рязанские девушки недавно вернулись в чемпионат России. И, конечно же, не с пустыми руками. На первенстве России по фитнес-аэробике, прошедшем в Москве с 30 марта по 4 апреля, спортсменки из Рязани завоевали бронзовые медали. Команда «Карусель» представляла Федерацию фитнес-аэробики Рязанской области. В составе сборной пять девушек возрасте от 14 до 16 лет. Члены жюри высоко оценили выступление команды в дисциплине «Петит-степ-аэробика». В результате команда заняла почетное третье место. Финалистами соревнований среди юниорок стали команда «Рязаночка» в дисциплине «Петит-степ-аэробика», а команда «Карусель» отличилась и в дисциплине «Петит-аэробика». Впрочем, то, что девчонки достигли столь высокого результата, совсем неудивительно, ведь занимаются они под руководством самой Елены Алешкиной, президента Федерации аэробики Рязанской области и тренера с 20-летним стажем. Вот в этом году мы перевыполнили свои задачи, и команда вообще просто молодец, собрались и выступили. Несмотря на грипп, который прошелся по нашей Рязани, волна вот этой болезни, мы выстояли. В дисциплинах «Петит-степ-аэробика» и «Петит-аэробика» выступают команды в составе пяти спортсменок. А чемпионат России – финальное соревнование сезона. До этого спортсменки сумели выстоять на отборочных соревнованиях центральных округов, что позволило им блеснуть уже на всероссийском уровне и показать себя во всей красе. Соревнования очень понравились. С каждым этапом, отборочный, полуфинал, финал, настрой был все сильнее, и хотелось все больше и лучше делать. Но у нас так вроде и получилось, что с каждым этапом все лучше мы отрабатывали. Несмотря на то, что у многих аэробика ассоциируется исключительно с лишним весом и желанием потерять ненужные килограммы, это полезное во многом занятие уже давно позиционируется как вид спорта, причем довольно массовый. Есть оздоровительные направления, как оздоровительная аэробика, которая включает в себя массу видов разных. Это степ-аэробик, это фитбол-аэробик, это какие-то танцевальные классы и виды, это силовые классы, групповые. Фитнес-аэробика вышла как раз из вот этого вида. Но те, кто очень хорошо занимается, форму входит, достаточно хорошую, физическую, что дальше? А дальше получилось, что фитнес-аэробика дает возможности людям, в основном подросткам, детям, продолжать и спортивную карьеру, и дальше уже совершенствовать свое тело. Конечно, соревновательный момент занимает не последнее место в развитии и популяризации этого вида спорта. Команды соревнуются под музыку в определенном формате, определенная площадка, набор движений, требований и, естественно, шкала судейства у нас, десятибальная шкала оценивания идет. Это вот такая вот интрига. И детям очень нравится, потому что между своими группами и уже выезжая куда-то, им есть куда расти, есть стимул. Как рассказала Ельяна, начинать заниматься фитнес-аэробикой можно с самого раннего детства. Дети приходят к нам с пяти лет, мы с ними начинаем просто самые простые, элементарные шаги базовой аэробики, степ-аэробики. Да, а потом они растут, крепнут, и мы их переводим в спортивную группу, отбираем их, самых таких способных, и вот формируем из этих деток уже спортивные группы. Участницы команды «Карусель» занимаются фитнес-аэробикой в среднем по два года, тренируются четыре раза в неделю, отличаются жизнерадостностью и силой воли, поддерживают друг друга и верят в командный дух. Перед выходом на сцену сразу такой маленький страх, но мы все брали себя в руки, говорили, что все будет хорошо, у нас все получится, и нам это помогало с девочками. А вот вообще, как считаешь, командный дух помогает в таких вещах? Да, очень. Мы перед выходом на сцену говорили, что все будет хорошо, у нас все получится, то, что мы не ошибемся. Ну, может, мы ошибались, но мы потом не так сильно расстраивались. А самая юная участница команды, Эвелина учится в седьмом классе, стала настоящей палочкой-выручалочкой. Ей пришлось выучить танец за пять дней, чтобы буквально спасти команду. Неожиданно поехала, как бы одна девочка не смогла поехать, у нее проблемы со здоровьем были. Вот, и мне, как бы я пыталась выручить команду. Страшно было, но это как бы вдвойне ответственность. Да, это была огромная ответственность. Когда первый раз мы выходили, я очень волновалась. Несмотря на то, что фитнес-аэробикам достаточно трудное и энергозатратное занятие, это только кажется, что ничего сложного здесь нет. Этот вид спорта абсолютно доступен. И в отличие от той же гимнастики, например, практически любой ребенок или подросток, вне зависимости от телосложения и степени гибкости, может прийти им заниматься, а при желании достичь неплохих результатов. Дети у нас в избытке, скажем так. У нас набора и отбора. Набора есть, отбора нет. У нас все, кто пожилает, те приходят. Единственное, что справки предоставляет, что можно заниматься физкультурой или оздоровительным направлением. Ну и, конечно, фитнес-аэробика – это очень красиво, интересно и увлекательно. И затягивает. Спорт и здоровый образ жизни становятся неотъемлемой частью жизни. А для тебя спорт на всю жизнь, как считаешь? Считаю, да, потому что я с детства росла в спортивной семье и, на мой взгляд, спорт должен присутствовать в жизни у каждого человека. Кстати, старшие участницы команды – уже сертифицированные тренеры и сами с удовольствием занимаются с младшими детьми, а в случае чего, по словам Елены Алешкиной, могут заменить и ее саму. А что касается фитнес-аэробики, несомненно, у этого вида спорта большое будущее. Главное, по словам президента областной федерации, двигаться в ногу со временем. Идея была простая. Нести все доброе, все в массы, то, что появляется нового в Москве и вообще в мире, мы стараемся применять это здесь, на нашей базе Дворца детского творчества, где мы находимся. Все с детьми даем, все новинки, все новинки, и чтобы они шагали ногу со временем. Идея простая. Поехать, отучиться, посмотреть, привезти и это все дать детям. А теперь о виде спорта, который, так же как и фитнес, развивает практически все группы мышц. Речь, конечно, идет о борьбе. На минувших выходных состоялся очередной турнир по классической и греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Соколова. Эти соревнования показали, что в нашем городе борьбой интересуется все больше молодых спортсменов. В Рязани прошел девятый всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Романа Соколова. В соревнованиях приняло участие более 20 команд из регионов Центрального федерального округа, а также юга страны. Всего около 320 спортсменов, из которых около 70 юных борцов выступали под знаменами Рязанской области. Наш регион уже традиционно представлен весьма широко на соревнованиях спортсменами из Новомичуринска, Михайлова, Шацка и, конечно, спортшкол областного центра. Борцовский турнир памяти Романа Соколова, как говорят его организаторы, не является отборочным этапом на состязание более высокого ранга, а главная цель его проведения несколько другая – привить любовь к борьбе у юных ребят. Турнир памяти Героя России Романа Соколова впервые прошел в 2007 году, и довольно быстро соревнования приобрели всероссийский и даже международный масштаб. Периодически побороться приезжают юные борцы из сопредельных республик. Роман Соколов закончил Рязанское десантное училище в 1993 году. Участвовал в боевых действиях в Чечне в составе российских миротворческих сил, был в Югославии. Во время своей второй командировки в Чеченскую республику в 2000 году в Аргунском ущелье в составе гвардейцев легендарной 6-й роты Псковской парашютно-десантной дивизии два дня сдерживал натиск банда террористов, состоящая из более чем 2,5 тысяч человек. В этом неравном бою Роман Соколов погиб. 12 марта 2000 года он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России гвардии капитана Романа Соколова всегда посещают родители погибшего десантника, и также на турнир приходят бойцы и ветераны спецподразделений. Физическая подготовка молодежи играет большую роль в дальнейшем, в жизни каждого человека. Именно в таком возрасте закладывается успех в дальнейшем жизни, и человек, который занимается спортом, как правило, достигает успехов и в жизни, и в труде, и в семье. Греко-римская борьба развивается в нашем регионе, начиная с 60-х годов прошлого века. И за это время воспитанникам областных спортшкол удовольствовалось завоевывать медали всесоюзных чемпионатов и первенств. Мы сейчас продолжаем эти традиции, развиваем и по области, открываем залы борьбы, и с каждым годом у нас численность увеличивается спортсменов. Но я думаю, в дальнейшем у нас, как сказать, каждому тренеру хочет, чтобы его ученик стал чемпионом. Поэтому у нас задачи самые максимальные. Примечательно, что более половины спортсменов на турнире памяти Соколова – это девушки. Хотя сама по себе женская борьба вольного стиля относительно недавно начала развиваться в нашем регионе. Профильной федерации нет еще и 10 лет. Однако, как сообщают тренеры, проблем с набором в секцию совершенно нет. Во-первых, это вот самое, наверное, главное, то, что там очень хороший коллектив. Я когда туда пришла, ну сначала, я думала, что это не мое. А потом, когда вот этот коллектив там очень хороший, там уже вовникло вот в это все. И как-то уже знаешь, что это твое там. И ты чувствуешь себя как дома там. То есть на тренировки ходишь прямо с радостью? Как на праздник. До этого никаким не занималась. У меня занимался брат, и я тоже решила попробовать себя в этом виде спорта. Мне понравилось, и вот. И вообще мне все нравится мужской, поэтому я начала заниматься борьбой. Из истории женской борьбы известно, что она напрямую связана с двумя видами спортивных единоборств. Вольной борьбой и греко-римской, то есть классической. Однако, практическим путем выяснилось, что греко-римская борьба для женщин не вполне подходит. Ведь этот древний вид единоборства требует очень большой силы торса. Все захваты и броски соперника здесь производятся только руками. А в вольной же борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги. А в портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками, либо ногами. Так получается, что сам по школам хожу, набираю, тоже занимаюсь набором. И многие девчонки действительно хотят заниматься спортом. Несмотря на то, что все-таки борьба, казалось бы, это мужской спорт, но на самом деле, это вольная женская борьба. Там не требуется такой физической силы, как вот ребятам. Поэтому это больше как робатика и гимнастика. То есть девчонки больше похожи на девчонки, которые занимаются гимнастикой. То есть нет такого там больших крупных спин, плеч, сломанных ушей. Как правило, родители этого боятся. Поэтому кто-то может боиться, поэтому не отдает на борьбу атаку. Кто приходит, всем нравится. И потом родители, когда уже приходят в зал, смотрят, чем девчонки занимаются, всем нравится. И очень благодарны тренерам, что пришли, взяли в секцию борьбы. Сильный импульс в развитии женская борьба получила после включения ее в программу летних олимпийских игр в 2004 году. Став таким образом третьим женским олимпийским единоборством после дзюдо и дэквондо. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие специалисты считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Еще одним препятствием является общественное мнение. Ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами юные спортсменки с этим не согласны. А вот женская борьба, тебе родители чего-то говорят, что это так вредный вид спорта, запрещают тебе заниматься? Нет, наоборот, у меня мама ездит со мной на соревнования, поддерживает меня и, наоборот, радуется, что я начала на нее ходить. Бросать ты не хочешь? Нет, ни за что. Мне бабушка говорит, бросать ты очень много занимаешься. Я еще занимаюсь волейболом и вокалом, но мне очень нравится, и я никогда не была. Как же ты успеваешь это все? Ну, распределила время, и у меня каждый день занят. По итогам турнира по греко-римской борьбе памяти гвардии капитана Романа Соколова, рязанские спортсмены завоевали 36 медалей. 8 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых. На неделе отмечался Всемирный день здоровья. В Рязани прошли различные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Наша съемочная группа побывала в легкоатлетическом манеже «Юность». В Рязани в легкоатлетическом манеже «Юность» прошел спортивный праздник «Фитнес-трофи». Мы продвигаем фитнес в массы. Это была моя идея изначально. И мы начали двигать это направление еще в прошлом году. На дне тоже здоровья совместно с Министерством спорта нашего Рязанской области. Был пилотный проект, тоже «Фитнес-трофи» среди школьников. Но теперь это уже выходит за границы школы. Теперь у нас и педагоги, и административные команды принимают участие. И коллективы, которые просто сборные с улицы, которые просто хотят заниматься спортом, быть к этому причастны. Мероприятие, в котором приняли участие более 300 человек, было посвящено Всемирному дню здоровья. 19 команд школьников, воспитанников спортивных школ города, спортивного комплекса «Дельфин», учреждений среднего профессионального образования, педагогов и руководителей, учреждений города и команды управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, приняли участие в спортивном празднике. Все очень понравилось. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить как можно чаще для молодежи, потому что спорт – это жизнь, и надо больше двигаться. Сегодняшнее мероприятие было направлено на развитие молодежной культуры, хореографической, так и физической культуры. Я считаю, что это нужно было сделать. Это мероприятие доставило большое удовольствие. Лучших выбирали в следующих номинациях. Школьники 5-7 класса, школьники 8-11 класса, студенты, учащиеся в спортивной школы учреждений физической культуры и спорта, административные и педагогические работники. За командный дух, за спортивность, за выносливость, за активность и даже за эмоциональность. Слабом в здоровом теле – здоровый дух, а то, что Рязань – город спортивный – неоспоримый факт. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, и повсегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова